Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы приглашаем вас смотреть сквозь судьбы. В этой студии сегодня известная телеведущая, лауреат конкурсов тележурналистов, шеф-редактор авторской службы телерадиокомпании «Моя Удмуртия» Елена Керн. Елена, добрый день! Здравствуйте, Анжела! Елена, очень хочется узнать, как произошла встреча с журналистикой. Насколько я понимаю, это случилось вообще в жизни очень рано, чуть ли не со школьной скамьей. Ну, если говорить про школьную скамью, я об этом не задумывалась, не только про журналистику. Вообще очень с трудом представляла свой жизненный путь, потому что в старших классах я была не просто там какой-то гадкий утенок, а настоящий, мне кажется, вот такой гадкий 120-килограммовый уть. Ну, не 120-килограмм, конечно, это перебор, но я постоянно боролась с какими-то своими комплексами, с неуверенностью. Мама у меня редкой просто красоты женщина и очень интеллигентная и мудрая. Она старалась меня как-то на правильный путь вывести, но это не очень получалось. Ну, кто, в общем, в таком возрасте слушает своих родителей? Помог совершенно неожиданно учитель физкультуры. Это были вот выпускные классы, и если помните урок физкультуры, то есть все бегали кругом в этом спортивном зале. Так вот, он выстраивал всех по росту. Я стояла первой, он садился на эту низенькую скамеечку и давал задание бегать. И мы вот бегали, наматывали эти круги. И после этого он каждый раз подходил и говорил, «Лена, ну как же ты красиво бегаешь, я вот сколько работаю, и я ни разу не видел, чтобы человек так красиво бегал». И я подумала, я, видимо, еще вот ничего. И с тех пор, вот у меня эта любовь действительно и к бегу, я очень с удовольствием бегаю, каждое утро стараюсь это делать. И таким образом вот к первому курсу я превратилась в такую достаточно эффектную девицу, но что-то, видимо, вот эти вот комплексы-то оставались. И тогда мама моя тоже нашла вот этот конкурс-предложение и отправила меня на просмотр и на прослушивание. Это тогда было кабельное телевидение, еще Альва. Я помню, стояла просто жуткая очередь. В общем, меня взяли в дикторы, две девочки работали. И... Сперва учили или как бы уже сразу учили? У меня был запас вот этот вот, чем очаровать, чем взять. Вот. Но, к моему удивлению, работа была, в общем, такая небе и лежачего. Мы должны были между фильмами выйти в эфир и сказать что-то вроде «Вы сейчас посмотрели фильм такой, а сейчас вы посмотрите следующий фильм». То есть вот наполнения этого контента практически не было. Мы вот показывали художественные фильмы иностранные. Потом был переход на новый регион. И как раз вот там начались... Более серьезные работы. Да, и общение с профессионалами. Лена Капитоненко там работала блестяще, на которую все смотрели просто как на небожителя. То есть вот эти вот практические занятия, они, конечно, очень мне много дали. И тогда же состоялся дебют моего первого серьезного фильма. Мы снимали... Да, что это было за проект? Это был фильм о женском монастыре в Перевозном. Первая такая серьезная работа, которая вошла в конкурсную программу ТЭФИ. И это был, я помню, первый такой серьезный конфликт с моим оператором, Женей Крапивкиным. Брали интервью о монахине, и она сказала такие слова. В общем, сейчас я тоже вспоминаю учителя физкультуры, насколько важно вовремя что-то вот сказать. Доброе поддержать, да. Так вот она сказала, что словом можно возродить человека и можно убить. Одним только словом. Я тогда посчитала, что это какой-то пафос и общеизвестные вещи, такая банальщина. Я прям настаивала, чтобы это все вырезать из фильма. Женя сопротивлялся, и, в общем-то, я считаю, что он был прав. То есть вы к этому в конце концов пришли? Ну, это, знаете, такие вещи, вот очевидные. Мы, наверное, в погоне сейчас в современной жизни. Зачем-то там свежее веяние какое-то, там необычный ракурс, например. Я считаю сейчас, что все вот самые настоящие правильные вещи, они давно уже известны. Просто нужно через свой жизненный опыт к этому прийти. И, ну, дай бог, чтобы все к этому приходили, потому что не всегда это случается. Лен, вот вы стали автором и, конечно, тоже и корреспондентом телекомпании «Моя Удмуртия». Сейчас вот шеф-редактор уже авторского вещания, авторских программ. И, конечно, заметно, что есть вот эта тема медицины и, конечно, людей, которые себя посвящают медицине. Хочется узнать, почему даже свежая программа, недавний проект, который начался. Спасибо, доктор. Вот через мою жизнь эта тема прошла. К сожалению, ну, с трагической стороны, очень рано мама моя ушла. Понял. В цветущем просто возрасте, ей было 45 лет, это была рядовая такая операция. Ее, к сожалению, не удалось спасти. И вот тогда приходит осознание, почему после сложных каких-то, например, автодорожных аварий людей собирают из ничего практически. Они живут, и насколько важно попасть к правильному специалисту и к правильному врачу. Вот. И вот эта вот программа «Спасибо, доктор». Она, с одной стороны, я хочу, чтобы она была такой книгой, с одной стороны, благодарности пациента, с другой стороны, таким путеводителем, чтобы люди знали, к кому обратиться. Потому что те люди, которые прошли через нашу программу, те врачи, они действительно не просто профессионалы, они люди прежде всего. Люди, и часто говорят, что медицина – это не точная наука, это искусство. А сейчас мы, конечно, понимаем, очевидно, что мы можем принести все слова благодарности в данный момент, в данных условиях. Вот как вам приходится, может быть, у вас уже есть какой-то план, даст бог, вот заканчивается самоизоляция, может быть, уже готов какой-то герой следующей программы «Спасибо, доктор». Вот об этом расскажите, пожалуйста. Ну, прежде всего, мне хотелось выразить слова благодарности врачам скорой помощи. Сейчас серьезная нагрузка, прежде всего, на них ложится. И мы задумали программу, мы уже выходим на такой, на межрегиональный уровень. Это будет пациент, который готов к нам приехать. И пока не может из-за режима самоизоляции из Нефтекамска тоже рассказать свою историю спасения и выразить благодарность нашему ижевскому хирургу. Это как раз люди, которые считают, что они просто делают свою работу. То есть, конечно, они считают, что никакого героизма в этом нет. Надо уговорить его сниматься, и что он герой. Я, честно говоря, не люблю сериал «Доктор Хаус», всю вот эту вот историю, потому что считаю, что медицина – это больше, чем профессионализм. Сколько было таких историй, которые мы снимали. Как, к примеру, выходить ребенка, который родился с весом меньше, чем буханка хлеба. Вот эта программа, спасибо, доктор, она как раз о профессионалах, для которых выше науки человечность. И у вас по судьбе, по характеру оказываются какие-то вещи наперекор тому, что кажется, глядя чисто внешне, не вникая, не углубляясь, да, допустим, вот в какие-то интересные коллизии судьбы Елены Керн, известной телеведущей, теперь и радиоведущей, да, очень много вопреки, а не благодаря. Я, честно говоря, вот у меня принцип такой по жизни, у меня нет каких-то вот глобальных, может быть, целей, я просто живу вот свою маленькую жизнь. Мне очень нравятся слова Маркеса, что все самое лучшее в жизни случается неожиданно. Это действительно, ну, я не знаю, благодарность такая в ответ на то, что ты стараешься делать для людей, я просто стараюсь жить, ну, максимально честно. Казалось бы, да, все успешно. На телевидении есть награды всероссийских конкурсов, журналистики телевизионной, да, постоянно есть вот какие-то идеи, и они воплощаются, что очень важно, это тоже надо суметь. Вы вдруг осваиваете новую профессию, тоже причем редкую, как и тележурналист. Тифло, сурдопереводчик, или как тифлокомментатор. Я не представляю, тифлокомментатор правильно, да? Что это и почему, вы нам объясните, пожалуйста. Ну, это тоже меня совершенно случайно занесло в эту сферу. Мы много работали как раз вот в социальном направлении по телевидению, сначала работа, потом дружба с инвалидами, в особенности с незрячими. Мне они очень близки по мироощущению. Не все, конечно, но есть у них такая, может, парадоксально звучит, но созерцательность. Предложили мне сопроводить 10 человек незрячих в южных санаторий. И вот мы с этой группой два с половиной дня ехали в поезде. И, безусловно, понимаете эту ситуацию, что хочется себя чем-то занять, и себя, и их. Первое, что приходит в голову, это, конечно, книга или фильм посмотреть. Недоступно для этих людей, вернее, ну, в ограниченном формате. И именно тогда я для себя открыла, что есть такая штука, как тифлокомментирование. То, что мы слышали в поезде, вот эти вот фильмы, оно примерно вот так звучало, что... Вошел кто-то черный, взял ее за руку. То есть это настолько любительский комментарий, то самое основное, важное в тифлокомментарии, это описание того, что незрячий человек не видит, то, что для него остается закадом. Все, кроме диалогов. Кто во что одет, кто куда пошел, почему там все смеются, они не поняли, что произошло. То есть... И надо это успеть сделать, пока диалог следующий не пришел. Вот это вот самое важное. Уже на следующий год я подала заявку, выиграла конкурс, очень было много претендентов, несколько тысяч человек, на обучение тифлокомментированию в Москве. И работаю тифлокомментарем, тифлокомментатором на федеральном сейчас портале «Особый взгляд». Это такая информационная площадка для незрячих и зрячих, это подчеркивается. То есть это такая площадка для всех. А вот у нас театр кукол. Я очень благодарна Игорю Мальцеву, который возглавляет театр, что он решился, в принципе, на такой эксперимент, можно сказать, потому что это впервые в республике. У нас сейчас есть возможность, я уже говорю «у нас», это приятно, потому что сначала театр выиграл грант на тифлооборудование для театра кукол, и сейчас мы выиграли вот второй грант на проведение этих спектаклей с тифлокомментариями. До конца года мы должны выдать 10 таких показов, это будет 5 спектаклей. В основном это детские спектакли, тут тоже есть своя специфика. Вы знаете название. Очень много действий. Да, три спектакля уже готовы. Мне очень нравится «Золотой ключик», к примеру. Надо прожить этот спектакль, потому что сейчас такая необходимость. Готовишься к спектаклю, готовишь тифлокомментарий. До 20 раз я просматриваю это сначала видеозаписи, потом это живые какие-то репетиции в театре. То есть знать надо постановку, да. Но самое главное для меня, что возможен вот этот контакт с незрячими детьми, для них это, конечно, полный восторг. Вот этот ваш пример для сыновей, что значит? Или больше они вас чему-то учат, Лен? Как это происходит? Журналистика не увлеклись еще? Ну я им самое главное говорю, что самая основная идея, то, что ты делаешь, тебе должно приносить радость. Только в этом случае ты принесешь пользу другим людям. Мальчишек у меня двое. Один заканчивает в этом году школу, другой заканчивает начальную школу. То есть это, ну, такой достаточно значительный год для обоих. Старший увлекается информатикой и, скорее всего, будет поступать в один из столичных вузов. Все, что касается развития искусственного интеллекта, вот это вот его поляна. А младший, ну, пока это такой универсал. В этом году он выиграл муниципальную олимпиаду, это Всероссийская олимпиада школьников, муниципальный этап. И по русскому языку, и по математике, поэтому, мне кажется, он еще определяется. Но меня в нем восхищает такое вот чувство языка. И рисует, и пишет. То есть у него такие вот литературные эксперименты. Он может что-то выдать, типа, она посмотрела на него, как улитка на снег. То есть у него такие яркие образы. И я недавно поняла, что это можно, в общем, использовать. Как руководитель, как шефедактор. Я экспериментирую на нем и подключаю его как раз к подготовке тифлокомментария. Готовый тифлокомментарий я испытываю на нем. Было несколько моментов, когда он действительно меня поправил и сказал, что почему у тебя, скажем, сказка «Снежная королева», тролли переоделись в добрую фею. Они же не переоделись, они превратились. И на голове у них не шипы, а сосульки. То есть вот этот вот детский взгляд на вещи... Отредактировал маму. Да. Ясно. Это вот волшебство, это чудо, которое вот я пытаюсь передать, в общем-то, в спектаклях. Старший Захар, а младший Савелий. Ясно. Лен, ну остается только спросить про творческие планы, которые есть, несмотря ни на что, на все сложности, как вы говорите, наперекор. И я знаю, что это тоже вот лежит как раз в области вот этого, видимо, многолетнего сотрудничества, вот этой темы, люди с ограниченными возможностями здоровья, ну, дети. Это будет заявка от телекомпании, потому что это будет телевизионный проект, это будет реалити-шоу как раз с участием инвалидов, незрячих детей. Больше сказать ничего не могу, но надеюсь, что это вот все сбудется. Ну, все будем на это надеяться, и на новые, и на традиционные встречи. Еще раз в вашем лице спасибо всем корреспондентам, операторам, журналистам. Я надеюсь, что и героям, конечно, спасибо ваших программ, тем же докторам. И вам спасибо за этот интересный рассказ о себе. Спасибо, Анжела, за беседу. А вам спасибо за внимание. Смотрите сквозь судьбы. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok